Если всё-таки, например, я в отношениях с нарциссами, если, например, мой начальник нарцисс, мой подчинённый нарцисс, то и, предположим, я не хочу уходить из данных отношений, предположим, я не хочу уходить из данной работы, то как тогда выстраивать коммуникацию? Ну, тогда как бы понимать, что они хотят, какая у них потребность. То есть, если они хотят быть признанными, давать им это признание. Да, он всегда прав, он всегда самый великий, замечательный, грандиозный. Я вот просто счастлива быть около такого великого человека. И всегда ли нарцисса будет достаточно, если я буду всегда давать такое, что он такой классный, грандиозный? Ну, то есть, у него могут быть какие-то свои там жизненные перепития, но если я не пытаюсь с ним никогда соревноваться, перетягивать там одеяло на себя, он всегда безоговорочно самый лучший, самый прекрасный. То есть, я занимаюсь обслуживанием его эго, то есть шансы быть данным ресурсом. Ну, вот мне, например, довольно сложно себе представить, что вот кто-то рядом со мной делает что-то такое, что, предположим, идет вразрез с моими ценностями, идет вразрез с моими интересами, чтобы я всегда потакала такому человеку. Знаешь, я была на мероприятии, и как бы я его назвала этот нарцилет. Там было много таких вот грандиозных каких-то таких нарциссов. И там, значит, вот вышла одна женщина, она хотела перед ними выступить. И то есть она вот зашла очень так интересно тоже, да, перед грандиозными нарциссами, с вот этой позиции ущемленного нарцисса. Девушки, вы такие замечательные, вы все намного лучше меня, вы все более достойны быть на этой сцене, чем я. Я вообще никогда нигде не выступаю. И вот я сейчас первый раз осмелилась, если вы вот слушаете моё там творение и вот с этим вот обесцениванием себя, да, что я там в левой пятке вашей не стою, ни правого мизинца. И вы вот такие замечательные, что вообще согласились на меня тут смотреть и слушать, да, то есть им вот это вот подлить, подлить, подлить. И потом они вот сидят. Да, какие мы великодушные, какие мы добрые, какие мы дали проявиться, вот какие мы великие люди. Да, то есть всем хорошо, вот она выступила, они прям себя чувствуют. Но с другой стороны, вот я соображаю, хорошо, это можно давать один раз, два раза, но всё время такое давать, это же тогда полностью обесценивать себя. Да, но если по какой-то причине тебе нужны эти отношения, да, другого варианта, кроме как обесценивать себя, или если можно играть это, да, не вовлекаясь эмоционально. А как? А как, как играть? Пустые слова. То есть я не имею этого в виду, я просто, ну, говорю, что ты великий. Да, великий. Окей. Ну, просто вот говорю этот набор фраз, которые на человека так влияют. Могу даже там как-то эмоционально это разыграть, но оно для меня ничего не значит. Ну, вот если ничего не значит, это классно, потому что иногда ко мне приходили иногда клиенты, у которых там, например, проблема там или с мужем-нарциссом, или с мамой-нарциссом, или с дочерью. А вот что делать, когда ты не можешь не вовлекаться? Как не разрушаться? Как не разрушаться? Вот когда ты понимаешь, что таким образом играть ты не можешь, это неискреннее, это просто идёт в разрез с твоей сущностью. Ну, тогда там сразу, ну, налицо конфликт. Да, то есть сохранить себя или сохранить эти отношения. Да, то есть, ну, что мне важнее, если по каким-то причинам эти отношения для меня важнее, я тогда приношу эту жертву. То есть понимать, что это осознанно тогда мой выпад. Я ставлю отношения выше себя и плачу собой за них. Либо если я выбираю себя, то отношения могут развалиться, могут уничтожиться. Может, мне придётся искать нового партнёра или новую работу. Анна, вот давай представим себе, что есть женщины, которые в отношениях с мужчиной-нарциссом. Ну, предположим, это муж или молодой человек. Как жить счастливо с нарциссом? То есть, предположим, она не хочет выходить из этих отношений. Там, может быть, есть дети, любит, масса поводов есть. Решает, что она остаётся с ним, несмотря ни на что. О, либо какие-то психотропные вещества. Либо сходить там, изменить себе то, что я вкладываю в понятие жить счастливо. Что же день прожил и хорошо. То есть, правильно я понимаю, что с мужчиной-нарциссом счастливых отношений не построишь? Если вовлекаться, то нет. То есть, если человек не вовлекается, опять же, то есть, он добирает свои потребности в собственном признании каких-то эмоциональных, близких отношений где-то в другом месте. И вот у него такой партнёр. Ему выгодно. И он такой, вот я принимаю этого человека такого, ему нужно признание, то есть, ему нужно отражение, поддержка, да, но мне он её давать не будет. И то есть, я осознанно делаю этот выбор, что для меня это удобнее. А свои потребности я где-то заполняю в другом месте. Я добираю это как-то самостоятельно. Я перестаю подходить к партнёру в надежде, что он мне это тоже даст когда-то, что он прозреет, там, исцелится, изменится. То есть, если я могу его принять таким, какой он есть, ничего от него не ожидает, то да, можно там оставаться и жить счастливо. Потому что свои потребности я закрываю независимо от него. Самостоятельно или при помощи каких-то других людей. А скажи, пожалуйста, какие потребности нарцисс никогда не сможет удовлетворять? В близости, да, в теплости общения, искренность. То есть, если кому-то, например, важна близость, искренность, теплота общения, то тогда от нарцисса этого не ожидаешь. И тогда просто-напросто выстраиваешь с кем-то, с другим отношения, предположим, с подругой или с другом или с коллегой, да, или с детьми? Да. Скажи, пожалуйста. Поддержки, например, какой-то, да, то есть, если я, ну, начинаю там какую-то карьеру, бизнес, и, ну, возможно, я не получу это там от нарциссов. И может, я буду это получать там своего начальника, коллег, клиентов, друзей. И если мне этого достаточно для того, чтобы двигаться, то отлично, просто своим мужем-нарциссом эту телу не поднимать. Не поднимать. А как обсуждать с нарциссом, например, свои эмоции или свои какие-то чувства некомфортные, которые он у нас вызывает? Чтобы что, опять? Да, давай вот, ну, предположим, он нас обидел, предположим, он нас разозлил, он там нас фрустрировал. И что, тогда просто не обсуждать это с ним никак или обсудить? Чтобы, например, чтобы он такого не делал в следующий раз, чтобы он был более, например, более тактичным, более тонким, ну и так далее. Каждый может добавить. То есть, ну, любое правило в отношении, да, то есть, оно должно быть изначально внутри. То есть, когда я всем вот телом осознаю, что, например, на меня кричать нельзя. Да. И я прихожу и доношу это спокойно, что, смотри, это не то, что тебе кричать нельзя. Это не то, что, как бы, вообще, в принципе, на людей кричать нельзя. Может, на кого-то и можно, да, безусловно, и можешь кричать, ну, как бы, you do you. Но на меня кричать нельзя. Если ты будешь на меня продолжать кричать, то у этого будут последствия. Да, я не буду это терпеть. То есть, эти отношения закончат. Если ты хочешь быть со мной в отношениях, на меня кричать нельзя. То есть, если человек это слышит, он перестаёт кричать, да, мы продолжаем быть в отношениях. Если он не слышит, продолжает кричать, то тут тест на то, насколько это правило, насколько я в него сама это верю. Да, или это были какие-то там вот прыжения какого-то там цыплёнка. Ну да, 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 очень часто же могут просто-напросто угрожать, да, а на самом деле это только угрозы. И нарцисс, он может прекрасно понимать, что никуда ты от него не уйдёшь. Да, то есть, если, это как с маленькими детьми, да, то есть, если я говорю, так, ты будешь там плохо себя вести и, не знаю, продолжать раскидывать одежду по всей комнате, мы тогда не будем заказывать пиццу на ужин, как я тебе сегодня обещала. И он продолжает, 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 но я такая, ай, падла, вот готовить, всё-таки закажу пиццу, и ребёнок как бы понимает, что угрозы беспочвены, что в следующий раз я ему скажу, я тебя лишу десерта, мы не пойдём там смотреть фильм, как ты просил, и ничего подобного. Да, то есть, её угрозы, оснований никаких не имеют, они беспочвены, то есть, она их не сдержит сама. И тут то же самое, если я говорю, на меня кричать нельзя, вот только попробуй ещё раз на меня кликнуть, и на завтра он там на меня орёт, но я такая обиделась, да, там пошла, пострадала, поплакала, пришла к нему, вот претензию ещё раз выкатила, плечами пожал, да, ну, уходи, не уходишь. И этот цикл повторяется, повторяется, может даже ещё измениться, да, то есть это, я как бы успокоюсь, опять поверю, что всё ещё раз будет иначе, потом цикл запускать. И тогда, на самом деле, если ты живёшь в отношениях с нарциссом, то есть, тогда принимаешь всё, что он делает, это прекрасно, да, не реагируешь, не вовлекаешься, или, может быть, вначале пытаешься обсуждать, может быть, даже если угрожаешь, что ты тогда уже, если угрожаешь, то тогда уже имеет смысл заканчивать отношения, да, потому что иначе тогда твои угрозы не будут восприниматься. Даже не угроза, то есть, если я действительно чувствую, что это моё правило, меня нельзя бить, меня нельзя орать, меня нельзя обесценивать, ну, со мной так нельзя, меня это не устраивает, мне не нравится, да, у меня внутри поднимается какая-то злость, обида, да, какие-то эмоции, которые показывают мне, что здесь в этих отношениях что-то происходит, что делает мне больно, некомфортно, да, то есть, моя внутренняя сущность мне показывает, ну, что-то не то, да, так не должно быть, да, как-то чувствуешь плохо в контакте с этим человеком. и очень часто вот в той ситуации нарцисс может сказать, что это ты меня неправильно поняла, это ты слишком чувствительная, предположим, или это ты слишком обидчивая, и вообще я не хочу про эту тему говорить, я уже эту тему закрыл, и тогда? Ну, как бы в идеале, конечно, в таких случаях лучше всего идти в терапию и разбираться, да, с собственной самооценкой, потому что, когда самооценка на нуле где-то там валяется возле плинтуса, то очень тяжело посчитать себя значимым человеком, на которого действительно нельзя кричать, на которого действительно нельзя поднимать руку, да, особенно когда у человека был опыт токсичных отношений с детства, где не было здорового примера, то есть и нарциссы часто изолируют жертву от других, что как бы человек не может даже пойти свериться, а у вас тоже так, а на вас тоже орут, если вы не приготовили ужин, или если вы не успели быстро помыть посуду, и она тут стоит до утра, например, и люди скажут, а что, на тебя орут? Вообще нет, у нас совсем не так, у нас вообще там я готовлю, муж моет посуду, а у нас, если я не хочу готовить, муж готовит, а сенкома не хотим, мы там что-то заказываем, и человек может посмотреть, а, бывает по-разному, то есть то, что я испытываю то, как у меня в семье происходит не обязательно норма, то есть вот когда мы выходим там в терапию, в групповую терапию, просто к каким-то друзьям, группам поддержки, и начинаем спрашивать, а это нормально, а у тебя тоже так, мы можем понять, мы можем свериться, откалибровать. А скажи, пожалуйста, вот в контексте того, что ты сказала, имеет ли смысл отстаивать свою точку зрения, если ты разговариваешь с нарциссом? Чтобы что? Чтобы я была права, то есть, ну, чтобы он признал мою правоту, да, ну, чтобы мы определили, кто из нас прав, кто из нас не прав. Ну, скорее, даже не для этого, не для того, чтобы я себя почувствовала правой. Мне очень нравится, как тут говорится, такая фраза, что или будь правой, или будь счастливой. Например, просто донести до другого человека свою точку зрения, что я думаю по какому-то вопросу, или это нарциссу просто абсолютно неинтересно. Донести это, опять же, заставить кого-то услышать. То есть, я могу сказать, я могу выразить свою точку зрения. Примет её другой человек, не примет, согласится, даст ей место быть как равноценной, но отличной от собственной. То есть, там уже бессильны. Я могу выразить, я могу дать себе право выражать своё мнение и не ожидать определённой реакции от другого человека. То есть, если я выражаю своё мнение, я его выразила, оно у меня такое. Ты можешь его там не принимать, принимать, можешь злиться, можешь возмущаться, можешь назвать меня дурой за это. Ну, там такое. И мне, в принципе, окей с любой твоей реакцией нормой мнение. Но это как бы можно сделать уже из устойчивой самооценки. Если самооценка неустойчива, если она низкая, если человек не может позволить себе своё отдельное, отличное от других мнение, если он смотрит на этого своего партнёра-нарцисса как на авторитет, а ему важно его одобрение, то он, естественно, не сможет этого выдерживать. То есть ему будет очень хотеться, чтобы тот его признал, назвал правым, сказал, да, ты прав, я ошибся. Но нарцисс этого делать не может. Человек будет биться в эту невозможность. Да, и, пожалуй, вот те, кто с нарциссами, это, наверное, для них тяжелее всего такое признавать, да, что некоторые вещи просто-напросто невозможны. Да, и это тоже часто про принятие своего бессилия, да, про понимание, в каком месте мы фантазируем о своём всемогуществе, о том, что мы можем влиять, что мы можем контролировать других, жизнь, реакции на нас, что мы можем контролировать, дадут нам любовь, признание, принятие внимания или нет, признать, что мы действительно где-то бессильны, столкнуться с этой невозможностью, что я могу сделать всё, что от меня зависит, я могу подобрать самые точные слова и формулировки, самым нейтральным тоном, в самых лучших традициях я-сообщений, после обеда или после ужина, когда мужчина на сытый желудок, как мудрая женщина, к нему должна подходить по всем нашим традиционным убеждениям, я могу сделать всё правильно, но всё равно меня не услышать, но всё равно контакта не но всё равно там невозможность это. А чем опасен нарциссизм? Если находишься долго в отношениях с нарциссами, чем это грозит, например, жертве нарциссам? Или потерять себя? Потерять себя. Это самое же страшное. Да. На мой это самое страшное. Ну, это как мы возвращаемся к началу интервью, где ты спрашивала, чем ты будешь платить за отношения с нарциссом? Да. Платить собой, если по какой-то причине это для тебя важнее, эти отношения, то плата быть собой. То есть это опасность отношения с нарциссами, что они используют другого человека как ресурс подпитки своего эго, своего величия, своего грандиозного отображения. И когда этот ресурс испытан, исчерпан, следующая жертва человек выкидывает полностью опустошённый, и жертве придётся долгое время восстанавливать. И это, знаешь, тоже очень интересно, что нарциссы, в принципе, не идут за какими-то невзрачными, слабенькими жертвами. То есть они обычно выбирают себе достаточно ярких, успешных, реализованных партнёров. И потом есть определённое удовольствие в том, чтобы их плана подчинить своей воле, и спить, да, и когда они уже становятся невзрачными, полностью теряют самооценки, самооценности, да, выкинуть. И такому человеку приходится долго восстанавливать на прежний уровень самоощущений. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!